Это программа День с толком в студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Коротко о темах этого выпуска. После многочительных жалоб прокуратура края проверит законность новых тарифов ЖКХ и сумм в коммунальных платежках. Подсудимые плакали, как суд изменил наказание сотрудникам детского сада «Хэппи Бэби». Изготовлены до нашей эры для ритуальных целей. 20 уникальных наконечников теперь хранятся в Краеведческом музее. Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. Информация об этом появилась в телеграм-канале надзорного ведомства. В нем же говорится и о начале проверки насчет законности начисления гражданам платы за предоставленные услуги. Иными словами, сотрудники прокуратуры оценят и тарифы, и суммы в платежках. Добавим, решение о проведении проверки приняли после заседания межведомственной рабочей группы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ. А вот жители Шипуновского района продолжают замерзать в собственных квартирах. После общественного резонанса, которое вызвало видеообращение жителей, в некоторых квартирах батареи начали теплеть. Но не у всех. Низкую температуру подтвердили и алтайские следователи. Они по факту халатности возбудили уголовное дело. Наша съемочная группа побывала в замерзающем Шипунова и попыталась выяснить, в чем причина холодов и как можно согреть людей. Сегодня первый раз 21 градус. Такого счастья жители села Шипунова ждали около 10 лет. До этого, рассказывает местная жительница Нина Федоровна, температура не поднималась выше 15 градусов. В конце прошлого года ее терпение и терпение других шипуновцев лопнуло. На весь край заявили о проблеме. Записали видеообращение к властям региона. В квартире холодно. Ложусь вот в этих штанах, чуть ли не ватные, спать. И носки. В носках шерстяных постель ледяная. Вот они, толстые, сама вязала, как валенки. Героиня видеообращения рассказала, что власти годами не решали проблему. Хотя попытки были. Несколько лет назад построили новую дорогостоящую котельную, а прошлым летом заменили трубы на теплотрассе. Но, несмотря на это, согреться не получилось. Котельная не соответствует мощности. Это точно. Котлы в первый же год пополопались. Лед. На окнах лед толщиной был. И ни разу не снизили нам. Бьемся, бьемся, как рыба в лед. Ни разу не снизили нам цену за отопление. Чувствуете какую-то гордость за себя, за то, что вы не побоялись и высказались? Господи, я за всех земляков чувствую гордость. Ей-богу. На днях Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту халатности. По данным ведомства, в некоторых квартирах температура опускалась до плюс 10 градусов. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства нарушения прав граждан. Изучаются истребованные у теплоснабжающей организации нормативные документы. Местные депутаты рассказывают, что неоднократно пытались добиться от властей энергетиков внятного ответа на вопрос, почему в квартирах настолько холодно. На данный вопрос, разумительно, ответа получено не было. В связи с тем, что мы ищем, где-то неисправная система теплоснабжения. Они не знают даже схему расположения теплотрассы. Поэтому о чем вообще может быть и речь и где можно что-то найти, ремонтировать. Руководитель МУП нам пояснил, что ситуация с теплоподачей в Шипуново сложная и неоднозначная. В разных квартирах, да, существует температура 18-17 градусов, где идет недотоп. Но также в этом же доме есть квартиры, в которых температура 26 градусов, что свидетельствует о перитопе. А вся эта ситуация свидетельствует о том, что помимо нашей котельной, да, мы не идеальны, внутри дома необходимо делать регулировку внутренней системы. На данный момент в нашем населенном пункте отсутствует управляющая компания. А поскольку УК нет, на конкурс никто не заявляется. Один из выходов, по мнению энергетиков, жильцам организовать ТСЖ или нанять специализированную организацию, которая промоет и опрессует трубы. Но найдутся ли на это у замерзающих людей и пенсионеров деньги – большой вопрос. Как вы согреваетесь? Ну как вот, обогреватель, как согревается. Обогреватель и вон еще тепловетр, воздушка больше как. Здесь вообще было, ну, ночью утром просыпался, вообще батареи остывавшие. Вообще батареи остыли. Стоит отметить, что ситуация с замерзающими шипуновцами на особом контроле прокуратуры края. Ждем результатов проверки от надзорных ведомств. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. На этой неделе родители детей, которых колотили в детском саду «Хэппи Бэби», пытались поставить точку в своей истории. Напомним, уже прошло пять лет с того момента, как в элитном дошкольном учреждении выявили случай жестокого обращения с детьми. Все это время шли следственные мероприятия и суды. В пятницу в краевом суде воспитателям и заведующей «Хэппи Бэби» вынесли приговор. После оглашения подсудимые плакали. От горя или от счастья, расскажет Ирина Корчагина. Слезы радости, объятия и уж точно хэппи-энд. Так воспитатели детского сада «Хэппи Бэби» и их заведующая Елена Воротникова празднуют свою победу. Ведь каждая из них могла оказаться в местах не столь отдаленных. Воротникова, Нагих, Чигрова и Плотникова. Они всегда избегали камер и считали себя невиновными в избиении детей. Но почему-то при этом всегда радовались условным срокам. Сегодня приговор Алтайского краевого суда и вовсе оказался самым мягким для воспитателей и заведующей. Подсудимые своей вины не признали, в содеянном не раскаялись. Все факты были подтверждены в суде. Но сегодня суд апелляционной инстанции исключил практически все эпизоды по статье 117 из обвинения подсудимых. Сейчас мы пришли к тому, что их просто фактически освободили от наказания. Эта история вскрылась пять лет назад. Тогда вся страна увидела методы воспитания в детском саду «Хэппи Бэби». Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. На кадрах детей пинают живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. Они не раскаялись, они не признали своей вины. Более того, очень долго длилось судебное следствие. И когда показывали факты истязания детей, они просто сидели и смеялись. То есть они очень цинично вели себя. И неоднократно мы под протокол делали замечания подсудимым. Ранее вместе с подсудимыми была еще одна дама, тоже воспитатель Посысаева. Она слетела с дистанции раньше своих коллег, еще до этого суда. Так как на нее прокуратура Алтайского края не подавала кассационное представление. Свой первый приговор женщины услышали чуть больше года назад в Центральном районном суде. Далее была апелляция. И опять не в пользу родителей детей, так как реальных сроков воспитатели так и не получили. В ноябре суд кассационной инстанции в Кемерове вернул приговор в апелляцию на новое рассмотрение другим составом суда. Посчитав приговор слишком мягким. Но в итоге сегодня заведующего и воспитателей практически оправдали, говорят юристы. Относительно вот этого дела очень сложно сказать, что там решил суд и почему он пришел к такому решению, пока мы не почитаем мотивировочную часть. Законность решения будет проверена после получения всего определения судебной коллегии. Но при этом оно вступает в силу. В силу немедленно, да. В то, что сегодня произошло, никто из потерпевших не верит. Родители будут обжаловать и этот приговор. Так что точку ставить еще рано. Защищать своих детей – это не право наше по закону. Это наша обязанность. И, безусловно, мы должны эту обязанность выполнить до результата. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Бийской горбольнице номер 2 после двухлетнего перерыва возобновили плановые операции. Теперь пациентам с разными заболеваниями не нужно ездить в Барнаул и в соседние регионы, чтобы получить медпомощь. Почему была пауза и повлияла ли она на численность штата? Расскажем далее. И вот такие. Через зеленую лопу. Хирурги Бийской городской больницы номер 2 не оперировали около двух лет. Такая долгая пауза возникла из-за пандемии коронавируса. Больницу переформатировали под ковидный госпиталь. И вот, наконец, учреждение стало работать по своему профилю, и пациентам начали проводить первые операции. Мы два года этого ждали, всю пандемию, сохранили коллектив и очень рады, что начали снова оперировать. Прошло уже несколько операций для пациентов с паховой грыжей. Бийчан оперировали под региональной анестезией. Человек в сознании, но боль не чувствует. Такая операция длится меньше часа. Основной поток пациентов ожидается на следующей неделе. Ну, я думаю, что у нас на неделе будет полностью загружено, потому что наши поликлиники даже уже сообщают, что очень много пациентов обратилось и обследуются. Я думаю, что на следующей неделе, к концу, я думаю, мы заполнимся практически. Возможности блока позволяют ежедневно проводить по 10 хирургических вмешательств. И теперь горожанам не нужно ездить в Барнаул, либо другие регионы для проведения плановых операций. Юлия Щепина. День с толком. И далее частная история про одного из недовольных барнаульских покупателей. В течение нескольких дней к нам в редакцию звонила пенсионерка, которая просила помочь добиться справедливости в истории, связанной с мясным магазином. Пожилую женщину разочаровала покупка в нем. В мясном распиле, по мнению пенсионерки, оказалось слишком мало мяса. Героиня попыталась решить вопрос мирным путем, обратилась в магазин. Но его управляющий убежден, что правда не на стороне бабушки. О бытовом конфликте и о том, где проходят границы прав потребителей и продавцов, в сюжете Валентины Аскеровой. Взяла мясо, а когда обрезали его, там вместо мяса кости, шкура. Пенсионерка Татьяна Лукичева, мягко сказать, недовольна своей покупкой. 9 января в недавно открывшемся мясном магазине она приобрела распил. По 250 рублей за килограмм. Купила почти 3 кило. Но приобретением вскоре разочаровалась. Кило 100. Весы правильно. Весы. Кило 100 отходов из веса 2 600 из веса. Женщина оставила жалобу в книге отзывов и предложений. Рассказала съемочной группе о том, что при покупке товара ей не выдали чек. А в магазине по этому поводу есть объявление. Здесь написано, если вам не выдали чек, покупка за наш счет. Не выдачу чека представитель магазина объяснил следующим образом. При покупке товара продавец предоставил пенсионерке скидку. А этого руководство сети не одобряет. Мол, пошли навстречу женщине, она еще и недовольна осталась. Что касается возврата, оплаченной за товар суммы, управляющий розничной сетью пояснил по телефону так. Бабушка приобрела кусок распила, принесла его домой, разделила его на мясо, кости и шкуру. Все вкусненькое оставила дома, а шкуру и кость принесла в магазин и требует вернуть деньги. То есть я считаю, что это равносильно тому, что купить персики, оставить семякать дома, а кости пытаться обратно вкрутить продавцу. По словам пенсионерки, кость она вернула, чтобы показать, как много отходов было в распиле. Одни кости, шкура да сало, возмущается женщина. Но в правиле она в ситуации, когда товар возвращается не в полном объеме, надеется на какую-либо компенсацию со стороны продавца. С этим вопросом мы обратились в Роспотребнадзор. Условия приобретения товара и его цена должны быть доведены до сведения потребителей. Это предусмотрено статьей 10-й закон о защите прав потребителей. Поэтому вся информация была доведена до сведения гротанина при приобретении распила. В Роспотребнадзоре добавили, что бабушка вправе, конечно, подать претензию, но тогда нужно будет доказать, что до нее была доведена недостоверная информация, что вполне возможно. Но вот доказать такой факт очень сложно, подчеркнули специалисты. И посоветовали покупателям, особенно пожилым людям, внимательно выбирать товар и всегда брать товарные чеки. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. 20 бронзовых наконечников стрел, датированных 6-м и 7-м веками до нашей эры, теперь будут храниться в Алтайском краеведческом музее. История находки этих артефактов могла бы стать частью детективного произведения, ведь их случайно обнаружил в Бийском районе черный копатель. Подробности в видеосюжете. История отчасти детективная, необычную находку. Впрочем, для этого места в Бийском районе она и не столь необычно обнаружил местный житель. С металлодетектором и штыковой лопатой он отправился в место археологического наследия «Камешок-1». Случайно наткнулся вот на такое скопление наконечников стрел. При этом, не обратившись ни в полицию, ни в Алтайохранкультуру, он решил ими воспользоваться и раздать жителям села, оставить часть наконечников себе. О находке специалисты все равно узнали. По итогу черный копатель был осужден на более чем полтора года условно, а часть из найденного им оказалась утеряна или просто сломана. Остальное, а именно 20 наконечников стрел, будут после исследования храниться в Краевическом музее. Накануне артефакты были переданы сюда сотрудникам Министерства культуры России. Такой наконечник, который мы сейчас держим, он вообще уникален, поскольку он с одной стороны имеет шип, и кроме всего прочего такой двойной. И такие наконечники очень редко встречаются, и возникает даже такая мысль, что вполне возможно этот наконечник какой-то ритуальный. То есть он предназначен не для оснащения боевого лука и использования в бою, а для каких-то ритуальных целей, может быть, даже для ритуального убийства, которое тоже в этот период времени достаточно обычная вещь. Теперь археологам музея и классическому университету предстоит исследовать найденные артефакты. Их изучат, опишут и отрисуют, а уже позже они будут храниться в фондах музея. Сотрудники шутят, что впору организовывать здесь выставку из предметов, которые периодически находят черные копатели. К большому сожалению настоящих археологов происходит это довольно часто. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Баскетбол, греко-римская борьба, театр и вокал. У жителей Новоалтайска расширились возможности для развития творческих и спортивных навыков. Подробнее смотрите в сюжете. Первые занятия волейболом в новом культурно-спортивном комплексе, который построили в Белоярском районе Новоалтайска. Он является структурным подразделением Центра культуры «Современник». Открытие новой площадки прошло накануне. От года к году наши возможности растут, и результаты не замедлят проявиться и сказаться. Самое главное, чтобы здесь творилось искусство, чтобы здесь спортсмены готовились к своим стартам и показывали высокие результаты. Здесь воспитывались личности, ковались характеры. Все для этого здесь, в Белоярске, у нас есть. Зрительный зал практически на 200 мест оснащен звуковым, световым и проекционным оборудованием. В здании также расположились филиал городской центральной библиотеки и звукозаписывающая студия. Будут заниматься хореография в двух направлениях, вокал также в двух направлениях. Затем будет представлено инструментальное творчество коллективом и театральное творчество коллективом. Много было поступлений, точнее желаний уже записаться в молодое поколение. Это в кружки, в секции, в наши культурные клубные формирования. Ну а среднее и зрелое поколение, конечно, долго уже ждали первых мероприятий, которые пройдут на сцене нашего культурно-спортивного комплекса. Нет отставаний и по части спорта. Два оборудованных зала, раздевалки, душевые и тренерские. Штат из шести наставников уже набран. И теперь активно ведется набор юных спортсменов. Смогут работать несколько отделений. Это у нас греко-римская борьба будет работать. Откроем новое совершенно отделение баскетбола. Также футболисты будут у нас там заниматься и легкатлиты. Плюс будут работать оздоровительные группы для взрослого населения и сдача норм КОПСИК ГТО для нашего населения. В спортзалах будут проходить различные соревнования. Так, первенство города по мини-футболу среди взрослых пройдет уже в конце января. Среди детей в феврале. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Завтра смотрите итоговый выпуск нашей программы с Еленой Макаренко. А я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Берегите себя, эти выходные морозные, одевайтесь теплее. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok